Всем привет! Друзья, всем привет! Вы на канале Крым Онлайн и с вами Антон и Валентина. Друзья, те, кто с нами уже знаком, вам очень повезло. А те, кто впервые попал на это видео, мы путешествуем по Крыму и показываем классные локации и места, где можно остановиться. И этот выпуск будет именно про жилье. Мы приехали в село Оленевка и в этом выпуске мы покажем несколько вариантов, где можно остановиться, расскажем про цены и услуги. Да, друзья, мы для вас готовим море контента, который можно просто взять и повторить. По нашему маршруту поехать в любой город и увидеть то, что вы хотите, даже синюю медузу. Сейчас покажу. Ну, в общем, присаживайтесь поудобнее. Не будем затягивать. Берите что-то вкусненькое. И погнали! Погнали! И наш видеоролик мы начнем с счастья, а точнее с виллы счастья, которая находится на улице Прибрежная, 24. Мы уже находимся возле ворот. Я вижу, что здесь есть достаточно большое количество парковочных мест. Так что, если вы решите приехать сюда на своем автомобиле, вы сможете его здесь оставить. Ну, а мы пошли на территорию. На территории я сразу вижу, есть мойка для ног. Здесь у нас песчаные пляжи рядом, коса. И поэтому, если вы захотите вернуться и обратно сразу пойти в номер, нужно будет сполоснуть ножки. Дальше мы проходим по территории. Я вижу, здесь есть мангальная зона, дрова, сетки и беседка для отдыха. Здесь есть небольшая кухонная зона, где можно замариновать шашлык, приготовить рыбу. Ну, и дальше ее пожарить на этих мангалах. Все хорошо, уютно и чисто. Я предлагаю отправиться на террасу, где проходят завтраки. Если вы захотите остановиться на вилле, то здесь можете арендовать жилье с разными вариантами. Например, просто арендовать номер, либо взять номер с питанием, либо арендовать номер и дополнительно купить какой-то прием пищи. Здесь, кстати, есть у нас несколько столов, где вы можете покушать, и барная зона, где заказать вкусные напитки, чай или кофе, и насладиться этим напитком вечером или утром в окружении моря, лимана и, конечно же, тишины. Ну, а сейчас предлагаю посмотреть номера. Первый номер, который мы сейчас с вами посмотрим, это однокомнатный трехместный. Он находится справа от меня. Сразу хочу сказать, что здесь у каждого номера есть своя терраса, садовая мебель, сушка для белья. Ну, и, конечно, здесь можно будет провести ваши вечера. Ну, а я сейчас предлагаю вам отправиться в номер и посмотреть, что же там есть. Итак, друзья, это у нас номер, как я уже сказала, рассчитан на проживание троих человек. Здесь сразу я при входе вижу есть большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, точечный свет и, конечно, дополнительное спальное место в виде диванчика. Также этот номер укомплектован телевизором, кондиционером, и в углу есть небольшая гардеробная, где у нас есть теплое одеяло, дополнительные спальные принадлежности и, конечно же, полотенце. Стоимость этого номера 4,5 тысячи рублей. Это на троих человек без завтраков. Но если вы захотите питаться на территории гостевого дома, вы можете взять соответствующий пакет проживания. Ну, а сейчас мы посмотрим санузел. Предлагаю заглянуть туда. Санузел у нас оборудован унитазом, есть раковина, тумбочка для личных вещей, также есть зеркало, полотенце и, конечно же, душ. Еще хотелось отметить, что в каждом номере есть бойлер, так что горячая вода здесь постоянная. Ну, а сейчас мы пройдем немножко дальше по территории и посмотрим еще один номер семейной двухкомнатной. Ну что, давайте посмотрим террасу. Здесь у нас терраса немножко побольше. Также есть своя качелька и много-много места. Это у нас угловой номер. Как я уже сказала, здесь две комнаты. И рассчитано на проживание большой семьи. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Сразу при входе я вижу, что в большой комнате есть большой диван двуспальный. Здесь могут разместиться либо двое детей, либо кто-то из взрослых. Также есть небольшой холодильник. Комната очень большая, светлая. Здесь очень много света за счет того, что здесь большие панорамные окна. И, конечно, есть спальня. В спальне у нас в углу есть большая двуспальная кровать. Также есть манеж для ребенка. Полочки для ваших личных вещей. На стене у нас большой телевизор. В углу у нас шкаф-купе, куда можно разместить ваши вещи и багаж. И также дополнительное спальное место для кого-то из детей. Друзья, мне нравится. Давайте сейчас еще посмотрим санузел. Санузел у нас находится за этой дверью. Здесь у нас санузел тоже оборудован унитазом. Приготовили уже полотенчики. Есть бойлер. Зеркало с тумбочкой. И, конечно, душевая кабина. Стоимость этого номера 6500 рублей. Но, возможно, проживание с питанием. Это обсуждается дополнительно для каждой семьи. Сейчас мы отправимся немножко дальше. Прогуляемся по поселку. И посмотрим еще один гостевой дом. Он находится совсем близко. На территории виллы также есть вот такие вот качельки-коконы. Мягкие, удобные. На которых приятно будет провести ваш отдых. Какой кайф. Я хочу себе домой такую же. Антоша, давай купим такую же. И поставим ее, не знаю где, у нас негде ставить. Ну что, мы обзор первого гостевого дома сделали. Сейчас предлагаю отправиться дальше погулять по Оленевке. И посмотреть, какие варианты жилья здесь еще есть. И какие же цены. Следующий гостевой дом, который мы хотим вам показать, находится совсем близко. Он находится буквально чуть выше по этой улице. Мы с вами приехали на улицу Прибрежная 21. Для того, чтобы показать одну виллу под названием Лазурит. Здесь, кстати, сразу скажу, что есть парковочные места прям возле территории. Почти все парковочные места заняты. Так что отдыхающих достаточно много. Сегодня освободился один домик, который мы хотим вам показать. Ой, друзья, я уже посмотрела. Очень красивый, стильный дом. Вам понравится. Так что не переключайтесь, будет интересно. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это что здесь есть закрытая территория, где будет безопасно отдыхать с детками. Здесь рядом находится песчаный пляж. Есть, соответственно, мойка для ног сразу при входе. Ну, а мы с вами посмотрим коттедж номер один. И все, что в нем находится. Ну что, друзья, здесь у нас большой полноценный дом, рассчитан на проживание большой компании. Сейчас мы с вами переместились в кухню-гостиную. Посередине у нас есть большой диван, рассчитан на то, что здесь могут остановиться два человека. Справа от меня находится небольшая полка для ваших личных вещей. А также есть большой телевизор, который можно посмотреть вечером, либо включить музыку, пока вы что-то готовите. Также здесь у нас есть большой обеденный стол, стулья для всей семьи. И, конечно, большая полноценная кухня для приготовления обеда, завтрака или ужина. Здесь у нас есть холодильник, варочная поверхность, мойка, большая-большая кухня. Также есть электрочайник, духовой шкаф и, конечно же, микроволновка. Друзья, пользуйтесь и готовьте с удовольствием. И также хочу отметить, что здесь у нас очень много света. И, конечно, есть своя мангальная зона. Давайте посмотрим. На заднем дворе дома у нас здесь большая полноценная мангальная зона. Есть своя зона отдыха с большим столом и, конечно же, лавочками. Есть вот такая вот плетеная мягкая качеля для приятных вечеров на море. Ну и, конечно же, большая мангальная зона. Здесь большой коза для приготовления шурпы или плова. Также вы можете пожарить мясо или рыбу. А здесь у нас поверхность для того, чтобы приготовить и замариновать мясо. Друзья, я, конечно, в восторге. Здесь вы можете остановиться и отметить свой день рождения или какой-нибудь приятный момент. Ну что, вернемся в дом и отправимся на второй этаж. В этом видеоролике мы покажем очень полезную и интересную информацию. Не переключайтесь. Если вы захотите остановиться в этом доме большой компании и кто-то расположится на первом этаже, здесь есть свой санузел. Давайте посмотрим, что же там находится. Санузел у нас оборудован большой душевой кабиной. Также слева от нас находится зеркало. Есть мойка. И, конечно же, в углу расположен унитаз. На первом этаже у нас есть стиральная машина. Так что здесь будет комфортно остановиться большой семьей. И в санузле есть бойлер. Фен тоже есть. И он работает. Это хорошо. Предлагаю отправиться на второй этаж и посмотреть, что же там есть. Там у нас две спальни. Начнем обзор, конечно же, с первой спальни. В этой комнате у нас есть большой шкаф для ваших личных вещей. Также есть две кровати, которые можно использовать как и совместно, так и раздельно. Здесь могут разместиться либо двое взрослых, либо ваши дети. Также у нас напротив есть телевизор. И комната очень светлая, очень просторная за счет того, что здесь панорамные окна. Ну и, конечно, вид на море и лиман. Давайте отправимся в соседнюю комнату и посмотрим, что же есть там. Во второй спальне у нас также есть большой просторный шкаф и одна большая двухспальная кровать для двоих взрослых. Давайте попробуем. Ух ты, какой мягенький. Вот такие матрасы мне нравятся. Ой, он достаточно мягкий, когда садишься. Ну, достаточно такой плотненький для того, чтобы на нем лежать. Мне нравится. Друзья. Я думаю, что если вы захотите остановиться на этой вилле, то вам тоже понравится. Также хочу отметить, что в каждой комнате есть телевизор, кондиционер и вот такие вот потрясающие панорамные окна, которые дают нам много света и красоты. Друзья, я хотела бы здесь остаться. Ну, увы, завтра заезжают люди. Нужно готовить этот дом к заселению, и мы здесь остаться не можем. Хотела сразу отметить про стоимость. Стоимость этого дома от 16 тысяч рублей за одни сутки. Ну, а мы отправляемся в санузел. Сейчас посмотрим, что же здесь есть в санузле на втором этаже. Санузел оборудован унитазом, гигиеническим душем. Также есть большая душевая кабина, мини-парфюмерия, зеркало и, конечно же, умывальник. А сейчас, друзья, мы отправимся дальше. И хотим в этом видеоролике показать еще одну интересную локацию. Ну, а сейчас, друзья, мы с вами отправимся на улицу Елисеева и посмотрим еще один вариант жилья. Так что не переключайтесь, будет очень полезно и интересно. Мы с вами приехали на улицу Елисеева, 25. Здесь находится пансионат «Солнечная долина». И на его территории размещена одна из главных достопримечательностей села Оленевка. Это пансионат или стадьба графа Попова, расположен на берегу Черного моря на западе Крыма, на мысе Караа-Мрун, рядом с современной Оленевкой. В этом пансионате мы хотим показать вам один номер, в котором вы сможете остановиться, если захотите отдохнуть в Оленевке. Территория, конечно, очень большая, очень много зелени, разных мест отдыха и, конечно же, разных номеров. Сейчас мы вам покажем один номер, который находится в этом струбе. Он находится на первом этаже и имеет свою террасу. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Мне, конечно, очень нравится территория. Здесь есть много развлечений и для детей, и для взрослых. Если вы захотите здесь остановиться, вы всегда найдете, чем заняться. Ну а мы подошли уже к нашему номеру. Сейчас отправимся внутрь и посмотрим, что же там есть. Этот номер имеет свою террасу. Здесь у нас есть набор садовой мебели, где можно отдохнуть утром или вечером. Ну а сейчас предлагаю отправиться внутрь и посмотреть, чем укомплектован этот номер. Сразу при входе я вижу, что есть небольшая полочка для ваших личных вещей и, конечно же, обуви. Сейчас мы вошли в большую комнату, в гостиную. Здесь у нас есть большой диван. Здесь может остановиться один человек, так как номер у нас трехместный. Также напротив есть телевизор, тумбочка и два стула. Ну а сейчас предлагаю отправиться в спальню. Она находится слева от меня. Здесь у нас есть много разной мебели. Тумбочка для личных вещей, также есть телевизор. В углу у нас разместился большой шкаф, где размещены дополнительные спальные принадлежности, теплое одеяло и, конечно же, мягкие полотенца. Так, у нас посередине есть большая двуспальная кровать, тумбочки и точечный свет. Комната очень светлая, просторная. И здесь панорамные окна, которые выходят на зеленую зону. Это оснащено кондиционером, также здесь есть зеркало и комод для ваших личных вещей. Давайте попробуем, какой здесь матрас, удобный или нет. Ух ты, какой матрас! Короче, что я могу сказать, в Оленевке все матрасы очень удобные. И именно такие, как мне нравятся. Они сначала садишься, они мягенькие, но когда ложишься, они такие упругие, чтобы удобно было спать и спина не сильно прогиналась. Ну а сейчас предлагаю отправиться в санузел и посмотреть, что же там есть. Санузел у нас находится за этой дверью. Санузел у нас оснащен раковиной с зеркалом, также есть душевая кабина, унитаз, сушка для полотенец и еще одна в комнатах, в которой размещен джакузи. Вы только посмотрите, какая красота! Можно сказать, два санузла в одном номере и еще отдельный джакузи для вашего отдыха. Также в этом номере для вашего удобства есть небольшая кухня с холодильником, чайником и набором необходимой посуды, которые вы можете воспользоваться для своего отдыха. И, друзья, самое интересное – это цена. Сейчас здесь выйдет плашечка «Цена от и до», так что вы можете бронировать этот номер, либо любой другой на сайте и, конечно же, узнать актуальные цены в следующем и в этом сезоне. Большим плюсом этого пансионата является то, что у него своя большая территория и, конечно же, пляж. Давайте пройдемся и посмотрим, какие услуги есть на пляже. Сегодня погодка, конечно, своеобразная. С одной стороны светит солнце, очень тепло, но с другой стороны дует сильный ветер. Вчера, конечно, погодка была еще интереснее. Вчера не было солнца, было пасмурно и был сильный-сильный ветер. Так что, если вы собираетесь в Крым где-то в сентябре, в начале октября, то нужно запастись теплыми вещами. Ух ты, я уже вижу море. Какая красота. Ой, какая беседка видовая, классная. Вау. И море штормит сегодня. Вау. Как круто. Оленевка, привет. Какая ты красотка. Мои любимые длинные пляжи песчаные. Я их так и люблю. Надеюсь, море нас порадует теплотой. Потому что иногда бывает так, что в Оленевке приезжаешь, море тепло, на следующий день резко становится холодным, и никто на это не может повлиять. Просто такое течение. Здесь классные песчаные пляжи. Выглядит это все просто бомбически. Сейчас мы отправимся туда купаться. Ой, я уже хочу. Туда. Ой, вы только подумайте, друзья. Останавливайтесь в пансионате. Выходите вечером, берете чашечку вкусного крымского чая травяного. Садитесь. Можно книжку почитать. Можно просто что-нибудь посмотреть. Какая красота. Блин, я не хочу отсюда уходить. Я бы здесь сама остановилась и жила бы недельку-другую отдохнуть от городской суеты. Такая тут приехала с Ялты, да? Я вообще не ворота. Тоже метр на метр. А все равно устала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, мы перенеслись к пляжу. Хочу показать, какие здесь есть услуги, что здесь можно купить и сколько вообще людей. Понятно, что людей сейчас не очень много, но все же люди отдыхают, приезжают с семьями. Есть возможность арендовать шезлонг под навесом, либо арендовать бунгало. Здесь есть кафешка, в которой можно что-то перекусить, вот что они предлагают, разные фастфуд, кукурузу, чай, кофе, снеки и разные напитки. Спасательная вышка работает. Спасательная вышка работает, есть возможность арендовать сабборд. О, кстати, оранжевенький, такой, как у нас. Прикольненько. В общем, друзья, здесь отдохнуть. Ой, какие классные бунгало, конечно, прям рядышком с морем. Где-то недавно видела фотографию и видео, не помню в каком городе, что ты одной ножкой можешь моречко потрогать. Это, конечно, очень здорово, было бы классно здесь тоже сделать такую услугу, и чтобы люди так могли делать. Пляжи, конечно, здесь очень длинные, красивые, песочные, море прозрачное. Я, кстати, заметила, что здесь очень много больших медуз. Они тут есть и синенькие, и голубенькие, и фиолетовые, и больших, и маленьких размеров. Так что нужно быть всегда аккуратным. Их, конечно, видно хорошо, но все-таки нужно всегда быть аккуратным. Люди отдыхают. Кто-то берет с собой полотенечко, подстилочку, кто-то берет с собой большие палатки с навесами, но кто-то отдыхает в бунгало и на шезлонгах. В общем, пляжи хорошие, длинные, большие, чистые. С детками тут, конечно, очень комфортно. Море мелководное, и можно всегда быть, так сказать, начеку, что ребенок плавает, с ним ничего не случится. В общем, всегда за ним наблюдать. Он будет в поле зрения. Вот такой вот, друзья, у нас пляж. В общем, не будем в этом видеоролике призывать, рассказывать, приезжайте, не приезжайте. Пусть люди сами решают. Вот те, кто приехали, видите, веселятся, довольны, фотографируются, снимают видеоролики, пьют шампанское. Ну, а те, кто не хочет ехать, пусть выбирают место, конечно, то, где им будет комфортно, хорошо и безопасно. Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний видеоролик. Поддержите обязательно его лайком, чтобы как можно больше людей его увидели. А если вы заметили, что вам не высвечиваются наши новые ролики, а вы на нас точно подписаны, то нужно либо обновить подписочку, либо нажать колокольчик для того, чтобы получать новые уведомления. Ну, а вообще, я рекомендую подписаться к нам в Телеграм-канал, потому что там мы скидываем сразу все ссылки, где публикуются наши новые выпуски. И вы выбираете платформу, на которой вам интересно и удобно смотреть наши выпуски, и смотрите там, где хотите. Друзья, нас 20 тысяч человек на Ютубе. Давайте присоеднимся к нашему Телеграм-каналу, чтобы не потерять друг друга и оставаться на связи. Ведь впереди еще у нас много приключений. И, друзья, пишите свой комментарий. Мы сегодня показали несколько вариантов разного жилья, так что будем очень рады, если увидим вашу обратную связь и ваше мнение по поводу тех мест, которые мы сегодня показали. Ну, а также, друзья, вот номер нашей карты. Кто хочет поддержать нас на новые путешествия, то обязательно сделайте это. А мы выражаем от всего сердца спасибо тем людям, которые поддерживают нас по сегодня, по сей день, которые поддержали все наши новые ролики, вы знаете. И в том числе выпуск этого полезного видеоролика. Да. Ну что, друзья, мы вас очень любим. Мы любим Крым. Мы любим это место, райское место. И приглашаем вас на отдых в этом бархатном сезоне, а может быть, в 2025 году. Ну, обязательно посетить Крым. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся. До новых встреч. В новых видео. Пока-пока. Класс. А теперь давай вступление снимем, как Виталик и Лиза в Одессе. Секси-пекси.